скоро пойдет у нас вот отсюда начинается серьезнейшего кто-то терпел до сюда сейчас это самое уже не оторветесь дело о чем проблемы с проблемах вот сейчас мы ее будем раскрывать вы вспомните фильм показывал на днях приехали выписали суральского не буду назвать какого крупнейшего питомника груша оказалась абсолютно несъедобны абсолютно то есть вот такая и как они показывали ну что то с этим надо делать вот и получаем примерно треть или счет и письмо на эту тему и опять 5 гектар смотрим сейчас будем разбираться всерьез и несколько тем пожалуйста если отключите компьютер после этого потому что это будет рассуждение раскрытие темы и так антон из русской области хочу спросить у вас совета по поводу груши вопрос следующий мы хотим заложить сад груши 5 га нашли участок для оформления планируем закупать саженца на семейном подвое но я никогда не справляю но явно имел ввиду на семеном подвое ну оговорился че на семеном под будем считать на семеном подвое вот тем более груши других вариантов нет груши не выращиваются с помощью искусственных корней клонов это так сказать это судьба яблон а груши только из семян подводит только из семян соответственно центральный корень будет иметь глубину 10 метров тут цифру узнал может не от меня да действительно грозные 30 40-летние деревья имеют вот такую глубину корней это правда как проверить если на данном исчезке грунтовые воды учтите уважаемый антон это только одна из проблем грунтовые воды сейчас я вам все выложу ведь они меняются в зависимости от месяца боюсь что будет проделана большая работа на сварку то есть опасение что центральный корень дойдет до кротовых вод и дерево погибнет или не будет нормальный урожай страдать слово скажу в округе растут плодосящие дубы этот молодец наблюдательный по некоторым роликом смотрел что если есть плодоносящие дубы то сажать можно недалеко метрах трехсот от участка гораздо более низком месте находится участок брата супруги у него три груши данным игрушкам по 10 лет грушками грушка при посадке на дно яму укладывается пластиковые люфты плодоносит хорошо все в игрушках но с момента посадки деревьев за за ними никто не ухаживал не поливал и удобрял и обрезала я пришла слова вообще так десятилетиям хорошо плодоносит плюс огромный огромный десятилетний хорошо получилось так что можете сказать по нашей ситуации дает ли это складывание что-нибудь на одной ямы какой-то эффект или если на участке грунтовой воды высоко расположена это лишь отсрочка гибели дерева если грунтовой воды это даже не отсрочка гибели дерева а приближение гибели дерева давайте берем так представим себе грунтовой воды как вы сказали 10 метров все нормально до чего будет тогда где-то одну я выкопаете как бы глубоко не копали но больше полутора метра вряд ли ведь уже надо будет 2000 2000 ну ладно где вы найдете туда укладывать керамзит туда укладывают песок гравий битый кирпич это обычно значит рубероид это у кого фантазии хватает еще что выкладывать все скажу сейчас это сам шифер куски так еще куски металла баба бывает листовой металл ржавый а бывает просто все подряд ну конечно на 2000 ям да но что из этого происходит и так допустим до воды 10 метров а вода полутора метра взяли и перекрыли кислород то есть дальше корень не пошел первое корень дальше все равно пойдет он пойдет вот так я эту тему раскрывал поэтому я даже подарок не показывал вот пойдет вот так смотрите вот так пойдет корни а пойдут и позу дальше задержать можно чтобы то время этой задержки идут дожди помните там тверская область это рядом с вами не рядом может 100 километров может 500 но все равно вряд ли присядут других либо помните пальчик пошел разговариваю сгниют корни это же груши вы не даете расти вниз вы сделали такой колодец в этом колодце попала вода дальше она должна идти вниз потому что там под землей своя структура сейчас мы покажу вам и и вот она пошли а вы бах перекрыли кислород перекрыли вы передай пик флору тоже и теперь у вас получилось для них это при условии что вода 10 метров глупо не нужна работа так нет а если все-таки вы боитесь близких грунтовых вод ну давайте сейчас до них доберемся дальше пойдут схемы я готовился основательно я обещал минус загнивать это уже как бы официально отвечал загнивание препятствия корням и попался водорегулирование так и второе откуда антифриз помните я ввел новый термин в этот самый с удовольствием тот раствор который получается с большой глубины вот у меня допустим скважина черт и где воду кипятишь осадок очень высокий процент соли они поэтому ли у меня это я же ничего не 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 препятствую видите я же не препятствую не поедет ли у меня те же гроши за всю жизнь ни одна не замерзла это самое ни одна веточка не и так далее и так далее вот и за антифриза ли вот вам и естественно что они они разу нигде не использовал не то не то я около десяти пальцев забыл помните а если все-таки вода полтора то есть где-то на глубине два-три метра что-то груша будет до груши начнут хоть вы делаете и вот это вот отсекать чтобы вода вот так спокойно не проходил мы все боимся боятся что перекроем чтобы снизу вода не поступал помните чек сказал как написал в разное время разный уровень так и вадим тоже лето разуме брату и получается что они боятся туда будет поступать но это пробка на дно дозава это пробкой вот просто препятствует ну во первых не воспрепятствует и корням не воспрепятствует короче это надо отмести сразу вопроса ничего не делать но как-то добыть тогда надо определиться стоит ли вообще садить именно груша у груш самой длинной стержневой корни именно у груш самой длинной овощи именно груши 5 гектар сколько мы решили посадить купить 200 нет 2000 саженцев 2000 идем дальше вот тогда когда мы разобрались с этими пробками прочим следующий вопрос будет откуда дровички вот я попросил у вас вы приглядели не что попало вы приглядели знаменитый мичуринский район тамбовской области так нет вот и там есть питомник и мы сейчас будем с вами разбираться тип питомник мы не будем туда звонить вы живут мы сделаем проще смотрите значит мы заглянем его это очень важно потому что при таких питомников таких сайтов сотни наверное их тысячи а наши люди попадаются постоянно простые советские люди которых никто не учил поехали давайте в него заглянем а потом пойдем дальше именно этот питомник вы приглядели вы с ними имели дело вы определились вы собираетесь оттуда выписать саженцы 2000 штук когда вы мне сказали все таки в какой-то момент решили последовательская железу было и когда вы сказали 2000 штук я сказал стоп будем разбираться а вы спроси а как я могу что-то там понять ведь все что веру приходится давайте пробовать реализация посадочных материалах вот и так вся информация а так легко потому что такая синхрониста практически нет вот ведь у нас все производство оптой реализации высококачественного собрета меня сразу открыты каменной системы минуточку друзья и на месте по бы вы не продаете я обычно знаю что открыты когда система я ничем не вас не подозреваю господа вот но обычно это когда привозят на валом а потом перепродают ведь нормальный питомник должен вырасти в горшках согласны вот а здесь нет ну допустим надо у вас масштаба вы продаете тысячами оптанным башеном вот вы у себя вырастили газками много возиться лада выкапываете с открытой продаете хорошо пусть будет так с открытой так с открытой смотрим дальше посмотрели мы сюда теперь что у нас еще есть каталог когда я посмотрел каталог мне стало интересно что естественно плодовые нажал я посмотрел какие у них абрикосы вот меня удивило том что половину сортов есть а фотографии нет вот лучше мичуринский а что вы же выращиваете что фотографии делать я делаю каждый день по пол сотни все время пополняю свою коллекцию меня это смутило конечно почему нет ладно посмотрели а нас интересует что груша вы чем поняли я нет очень поняли я тоже нет что когда странный сайт я тогда давай смотреть по как бы сказать по а космическое этому любимый сорт вы видели у меня в саду и так я вас учу ребята берем вот так нажимаем второй раз левой мышкой теперь правой копировать нет нет найти изображение в яндексе сейчас посмотрим то два варианта или вы присвоили чужую фотографию или это у вас украли какая вероятность что это фотография взял на вашем саду а какова вероятность ну тут еще есть часть видите это фотография очень умелое обращение вот еще сколько все умелого обращения хватает правильно то есть вот это отрезали половинку и получается как будто это как будто это часть как будто сами делали в общем я не верю теперь так мы еще не закончили разбор еще раз ни в чем не подозревая я представляю не сделали я тогда полет смотреть прайс есть начинается гортензии и его господи даже его продают молодцы лопчатка пузырь подник хвост чуток а сирене спирея то есть поле на что такое спирея тактинидия виноград голубика жимолость уже ближе малина смородина подошли мы к яблоням да вот они яблони по 150 рублей по ладно листаем ниже еще много яблонь сорта прекрасно наверное вы их выращиваете у вас наверное есть огромный сад до сада дойдем огромный сад почему ну вы представляете какие масштабы зимние сорта еще ой сколько это ведь какой сад надо иметь уже даже не промышленный а именно маточный колновидные яблони я поискал мне бы увидеть в вашем саду хоть одну плодовидную яблони плодоносящую не вот эти вот которые вы поняли которые ну там два пять яблочек а сад сад и наконец груша дошим это груш любая груша вот стоит видите даже сеансы если вот они вот и вот получается любая груша стоит по 200 рублей вы заказали уже практически заказали 2000 2000 умножаем на 200 400 тысяч если в школе у меня пятерка была по значит 400 тысяч да когда вы купите 2000 груш за 400 тысяч потом я покажу где вы еще будете тратить денег даже больше чем 400 тысяч впереди только сам все начинается привезли а дальше начинается работа зарплата расходы 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 и вопрос на засыпку ни слова на что привито один однолетний привитый саженец ну что скажешь опять осталось совсем немного возвращаемся обратно Значит так А нас, контакты Вот, вопрос-ответ Конфиненциальный Сколько там написано Я мог бы и не бояться Я все в открытую делаю Вот, каталог посмотрели Прайс посмотрели А вас, а нас посмотрели Все Вот, теперь мы Поизучили этот самый Мы не узнали ничего Согласны? И я предлагаю Теперь такую систему Во-первых, я скопировал эти телефоны Вот, привод Дело в том, что у меня подкупило Хороший, обычно помните Как Цех, который Выписал два саженца Его отказались Продать прямо На месте, в магазине А саженцы были в Тимрязьской академии А привезли такую дрянь А тут хороший питомник Вот этот вот Грязнева Олег Александрович Почему? Самовывоз Уже плюс Человек видит, что покупает Видите, я же не только ругаться могу Но Вот два телефона Менеджер по продажу Должна она знать Привита или не привита И на что привита Как вы думаете? Можно я задать такой вопрос? Ну хорошо, у вас На сайте нет Ни одной фотографии сада Тогда скажите Сколько гектар сад? Помните там огромные площади? Вот Есть такое, знаете Компромиссное решение Сады Урала Огромная площадь Продают всякую мелкоту Вот как тут Естественно у них нет Этих Всей роскоши, что они продавали Вот Естественно, что они украли Восемь моих фотографий На них Меня возмутило Так же как тут Логотип Сады Урала Логотип Прям поперёк Моих фотографий То есть они явно Просто взяли и украли Вот Это было То есть что-то продают Своё А остальное И как там написано Когда Вопрос Их прижал Таценко Мой этот самый Как сказать Помощник и ученик Прижал Тогда было Требет такое Да Ну С лучших питомников А где эти питомники Лучше Если ты находишься В Шириновской области Уралсад Соседы Урала Если Там находишься Так Откуда Сам не вырастил Всю эту роскошь Которая На твоём сайте Откуда тогда Эта роскошь Бесполезно Бесполезно Так и не узнали Теперь Итак Вам Уважаемый У меня уже Не хватает Этого Не хватает У меня Сейчас Имя 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 Я не могу Так без имени Мне нужно Ваше имя Вот А мы ещё долго Будем говорить Только начало Нет Это Нет-нет Значит я Пролеснул Это была Лена С Слишком поклоном Ага Антон Слишком власть Вот До сюда Мы дошли Сейчас Самое интересное Начинается Уже Мы об этом Говорили Но Подвижки Были слабые Но были Вот смотрите Когда я Позвонил Вот на такой Нет Не в этот адрес Сотни Таких Телефонов Сотни Каналов Сотни Сайтов Вот И когда я Позвонил Знаете Почему у вас Нервной фотографии Сада нет Ну там Пару моих Присвоили Ещё Несколько десятков С интернета Ни одного Ответ был простой Нам было некогда Да у нас есть сад Он плодоносит Но у нас не было Времени 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 не было Сделать фотографию Это один ответ А второй ответ Меня поразил Потому что Тут уж Смешнее Некуда Сейчас я его вспомню Сейчас 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 А Вспомнил По-моему Алексея Виноградов Вспоминайте Ваша работа была Или кто-то Может не вы Но такой же Нудный Вредный Как мы с вами То есть Я взял И задал Такой же вопрос Ответ был Знаете какой Или это был Или это был Строценко Ну тут не важно Кто-то из наших Почему У вас нет Сада Вот И почему Нет Фотографии С плодами Ответ был Уже даже Смешной Уже идиот Даже нет Идиотский У нас Нет С плодами Потому что Мы Отрезаем Ветки На прививку И не даем Плодам Развиваться А я С двухлетнего возраста Режу ветки На прививку Отрезаю То есть Вранье Отрезаю Я метровый Прирост Бывайте До двух метров Со второго Третьего года Отрезаю Кроме вот Такого Кусочка Полностью И где-то С второго Третьего года Начинается Поотношение На ветки Которые На год Старше То есть Прирост Последнего года Отрезал А эти Это целы А штампа Пошла Раз Два На следующий год Три Четыре Вот это Два Три Четыре Оно все В плодах Как можно так Врать И обрезаю И урожай Вы сами Видели Это же не урожай Это катастрофа Помните Шутка Советская Горькая шутка Главная беда В Советском Союзе Самый главный Бес В Советском Союзе Это урожай Вот такие урожаи У меня бывают И как это О ветки Отрезаю И вот такое Вранье Мы отрезали ветки Откуда будут плоды И вот теперь мы подходим К сути Итак Два телефона Вот он Менеджер по продажам Вот сам Грязнёк Олег Пожалуйста Я вас прошу Может быть даже запишите где-то Чтобы каждый Может быть пошлёт сразу Вот Поймут о чём-то Мне надо чтобы Несколько человек Самое лучшее Когда вы Здесь же Как у меня Вот этот вот самый Где-то Вот аппарат В нём Он же ещё Не только Сфотографирует Вот Можно тут же Рядом И записать звук Первое Где фотографии сада Те варианты Помните То некогда было То это Порежем так Что нет плодов Что скажем А самое интересное Даже мне не груши А колновидные яблони Это такая диковина До сих пор А торгуют там Вот такой список Где Их же Вы понимаете Их надо где-то Веточки отрезать Я буду продавать Семечки колновидок Ну у меня их там Немножко Сотни-две-три семечек Почему Мне интересно Что у людей вырастет Есть же люди Которые нормальные А есть люди Которые Вроде меня С диагнозом Эти возьмут И вырастят Колновидки Ну и семян Сохранятся эти качества Не сохранятся Имеется ввиду И густота Этих самых Густота Плодошения Где яблоко На яблоке сидит Вот Или Хотя бы Это Вкус их И так далее Вот А здесь-то Они должны же Продавать Привитые И вот Увидите Где у вас Садка Вы же продаете Колновидок Ведь вы же Где-то ветки Должны были Отрезать А у колон Веток нет Где Направится вариант Извините Ничего не Подозреваю Чтобы Колновидок У вас фотографий Нет Сад есть Или нет Мы не знаем А если Это как У всех Нормальных людей Это просто Обычные Привитые Саженцы Которые Вы обозвали Колновидами Продало Там Не было Случа Чтобы Через 3-5 лет Поехал Морду Бить Вот Вопрос По колновидам Задали Ну естественно Груши На какой подвой Привитые Груши Вот смотрите Это мой Сенька Внучок Это Дикая Всередская Груша Видите Ну у меня То на сайте Это есть У меня На всех Каналах С тысячи Фильмов У меня Все это есть Почему там Нет Ведь как Как я могу Убедить Человека Что мои Груши Не замерзут Я Вот За этими Фотографиями Вот они Вот 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 Как Вот А еще Не закончил Разговор Провокационный Вопрос Можно ли Побывать В саду Именно сейчас Время Плоотношения Что ответят Умираю От любопытства Но Многие Голосы Это знают Все Теперь Ваша Очередь Друзья Несколько Человек Я надеюсь Позвонят И потом Или словами Как запомнят Или лучше Если запишут Голос Вот как Будут Выкручиваться Чтобы вас Не пускать Ну допустим Позвонит Сам Антон Антон Дорогой На кону Ваши 400 тысяч А Если еще И надежда Что А даже Если они Полноценные 400 тысяч Дадут Полноценный Материал Вам знаете Вот У вас еще Впереди Траты Не один Миллион Будем так Говорить Вот Поэтому Вы первые Просьба К вам Я обещал Вам подробно Рассказать Давайте Теперь Ваша очередь Вы звоните Вы уже говорили Вы сказали Я поймите Я 2000 Саженцев Беру Сделайте Мне исключение Пустите В сад После того Когда Они вам Скажут Например Скажут Не пустим Я тот самый Я хочу Попробовать Грушу Я буду Этими Грушами Потом Торговать Но я должен Знать Что это Представь Себе Рынок Представь Себе Завалы Фруктов Тонны Тонны Южных Ну Кто Вам не Разрешит Попробовать Наоборот Не Прикасайся К сливе Не Прикасайся К персику Не Купишь Тогда Попробуй Нет Пожалуйста Дорогой Покупай А Так А почему Здесь нельзя Вот это Момент Из моментов Провокационный Вопрос Учтите От вас Это может быть Я не смотрел По карте 300 километров 500 тысяч Вы Может быть Сами не поедете Туда Вот Помните Как там было Или попутно Будем отправлять Или приезжайте Сами Но вы Когда приедете На саженце Вас ни одной Игрушкой Не угостят А вы Делайте вид Что Я хочу Приехать Вопрос Серьезный На кону 400 тысяч Давайте Я приеду Можете Так организовать Я вас умоляю Поможете Нам всем Если По ответам Поймете Что они Плывут Что что то Тут не то Это значит Вы нам Расскажете Дальше Можно ли Самому Выбрать Саженца Это уже Знаете Как Вот их Две Две Тысячи Стал Я покупать Вот Питомник К примеру У них Настоящий Растет Десять тысяч Вам Нужно Две Из десяти Естественно Не с краю А выборочно Выбрать Разрешат Или нет Вот из десяти тысяч Если он Настоящий Реальный Питомник А Он Настоящий Кстати Может быть И такое Знаете Как Дело Появился Термин Это я Раскрываю Вам Все секреты Торгашей Появился Термин Доращивание Саженцы Лукавоны Растут А маточного Центра Нет и быть Не может Это значит Привезли А потом Продают Уже На месте Уже Знаете Когда он Без листьев Вткнул его Что он там Выживет Не выживет Это уже Знаете Потом Когда он У них поживет Может быть Месяц Может быть С осени До весны Все равно Потом Большинство Как правило Мертвое Но это уже Вы узнаете Потом Когда посадите До 10 тысяч Даже новичок Может выбрать Пару тысяч Которые Выглядят Гораздо лучше Поняли Идем дальше Можно ли Сделать Самого Начиная С лопаты Расшифровываю Приехали Вы Большим Большим Мозовиков Так И В Несколько Помощников Вам Разрешили У вас Если у вас Пятеро То пять лопат Если трое Три лопаты И аккуратненько Это же на всю жизнь Я бы вам показал Какие саженцы Поступают На рынок Знаете Как Я думал Как же это Почему Они калечат Корни Так Вот представьте Что корни Вот столичка Вот я не преувеличиваю Фотографию я вам Показывал сто раз Вот столичка А я потом догадался Чтобы больше В фуру влезло Специально Берут лопату Рубят На таком расстоянии Вот такой Получается Квадрат А потом Выдернули И что попало сюда То и вам А потому что люди Все равно не знают Что Чтобы дерево росло Им корень нужен А тут Обрубки берут Зато Суют столько Что можно продавать Дешево Зато Много Тысячи напихали А как Вы сами Представляете Я бы сколько Показывал саженцы Которые выкопаны На моем саду Даже без Этих Без горшков Во Объем Вот это Подумайте А то вам Агриска У насуют Поняли Да Пятый раз Смотрели Это для Иллюстрации Вот этот саженец Был куплен В числе Несколько Тысяч Вот В этом самом Вот я забыл А Кто еще цифру забыл Город Абаза Промышленный сад Заложен Предприниматели Мы сдружились Он меня На два дня Из Сайногорска Выписал Привез Увез Кормил Поил Коньяком Угощал Двое суток Я провел в саду Есть фильм Есть большая Обстоятельная статья Написанная С его Благословения Его слова Благословлял так Позвольте меня Ну пусть все видят Вот это одна из фотографий Сделана им Поняли Как он саженец Значит Следующий момент Какой Вы должны До поездки туда Определиться Какой способ Прививки И когда они скажут Ну конечно почкой Все Все Вот так им покажете Не важно дальше Какие корни Сами выращиваются Сами не выращиваются Если Прививка почкой Забудьте про них Больше И не вздумайте Там покупать Вот Прививка почкой В скобках Окулировкой Вот Ну и идем дальше Вот Кстати видите Вот тут Уголочку Это все У меня бесконечная Переписка идет Ой Сколько у меня Еще информации Когда я все это успею Вот Теперь Способ Теперь Следующий пункт Если выращены В другом месте Допустим Ну нет А вдруг Поговорите так Вот допустим С девушкой Или кто там С женщиной Не с начальником Вот Этого питомника Ну пожалуйста Поймите Деньги последние Я там Чуть и не в долги лезу Ну так не хочется Попоадаться Скажите пожалуйста Вы выращивали Или в другом месте Ну по секрету Никому говорите Потом Дождам не скажете Главное Отказаться Если скажут В другом месте Тогда вы просто По секрету Шепнет она Да в другом Просто забудьте Про питомника Кстати Про все остальные Тоже Ну Насчет Почему не в горшках Я уже объяснил С этого начал Ладно Кто Еще вопрос задавайте Вот сейчас Я надеюсь Сейчас записывать Все это Чтобы все таки Помочь ему И помочь Все стране Сколько можно Кто тот Умелый питом Садовод Ведь вы же видели Огромный список Ведь кто-то вырастил Вы видели Прекрасные фотографии Это не каждому Дано Но питомник Это Должна быть Верхушка Айсберга Питомник Это Все лучшее В стране В мире Питомник Все По фотографии Так оно и есть По фотографии Ну А вдруг Они с интернетом Мы же только Одну посмотрели Там оказалось Что претендентов На авторство Вот столько Да Явно что это Не секса Это фотография Тогда возникает вопрос А почему Они сделали Свою фотографию Тоже космическое Вот растут Деревья Вот груши Так И значит Груши И задать вопросы Дальше Начинаются проблемы Я сейчас расскажу Жаль конечно Я смотрю Что мне Очень близко Не расскажу Все что хотел Сегодня Медленно Я не могу Не убивайте меня Итак Груши в Америке Получительная история Я не знаю Я слышал Читал ее Почти одинаково В двух разных Изданиях Ну Я верю Что это правда Середина 19 века Значит Выдает Миллиардер Миллионер Выдает Замуж дочку Приданное Заложили 50 гектарный Сад Из груш Дочка Выходит Замуж Приданное Растет Идут годы Груши Цветут Плодов Нет Вот Вот якобы Такая история Но она не Кончилась Тогда он За деньги Выписывает Специалиста Из какого-то там Возможно Столичного Университета Вот Садовода Специалиста Который ходит по саду Ломает голову И ни черта Понять не может А что же это такое Нету груш Но Ученый Есть ученый Ученый Должен Рыть До упора И вот он Нарыл Самым дальним Коцесада Росло Пять груш Которые Ломились от плодов Супер Рожай Пять А рядом Также все пустые И вот он Видит Что сорта Который Плодоносит Совсем другой И тут До него Доходят Эти груши Которые Они плодоносят Но они опылили Те пять груш Все пять Из тысяч Из тысяч Опылили Именно те И это И вот якобы С этого момента Именно оттуда Вот эта история Стала Может попала В какие-то Доклады Может она попала В какие-то Монографии Но Кончилось тем Что люди узнали Что такое Перекрестное пыление И что один шорт Может опылить другой А обратно Теперь Понимаете Что вы можете Еще Выписать Две тысячи Штук А если Они Допустим Вот не было бы Вы не обратились бы Ко мне за помощью Или там Происклика За советом Не обратились бы И вот Выписали Две тысячи Вот чудо Тысячи из них Нормально развиваются Уже Деньги не выброшены А если Они будут Свести Они плодоносят А уровень Для того Питомника Ведь наверное Когда У меня Так не бывает Что сейчас У Сергея Жилов Кто-то Эти же косметики Пять штук Выписал И все Мы же так не делаем Каждое Если три То есть три разных Если пять Пять разных А там Кто будет О вас заботиться А так ли Оно будет Но Настолько ли Добросовестный Персонал Того питомника Вот я вам Наговорил А вот эта вот Легенда Она пригодится Она действительно Поучительная Правда Это неправда Ну Двух источников Разных прочитал Скорее всего Правда Вот Теперь мы будем Еще про вас Говорить И про вашу Грушу Извините Попали на язык Держитесь Вот это Совсем другое Я просто У меня таких Сотни 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 Фотографий Я их фотографирую Прямо с экрана Теперь не отвертись Да Я тут ничего Не могу поделать Экран Вот И фотоаппарат С экрана Смотрите Вот Вот это Один из самых Популярных Сортов груш Так Вот Ее назвали Колновидный диалог Ну кто-то Посмотрел Потолок И говорит Колновидный потолок Колновидный диалог Значит Подразумевается Что это не ветка Свисает Нет Что Если это свисает Ветка То колонны Ни при чем Это был обман Все по-честному Явно Что тут якобы Стамп Пусть немножко Кривой Бог смотрит И вот вторая ветка Может это вот так Вот колонна растет Может быть Такое все Может быть Вот Но Попробуем найти Еще в другом месте Внимание Вот она Нет Ну Чтобы не сомневались Она Ну мне поверьте Чтобы долго Не сказать Что это она Итак Представь себе Что ее кто-то взял Вот Раз И вот так вот И уже хрен поймешь Да Если не приглядываться Да конечно Свисающая ветка Согласны Свисает ветка И свисает ветка А на самом деле Тут нет никакого штампа То есть Это мошенничество Но оно не полное Кого-то надо было Вас удивить Чтобы раскошелить И он берет Вот эти вот Плоды Плоды Разворачивает Вот так Вы сомневаетесь В этом? Давайте посмотрим Вот так Внимание Почему? Сразу в глаза Не бросаются Обманутые Учитывая Что она На сотнях Сайтов На сотнях Вот это вот Но выглядит Как правило Вот так Что не придерешься То есть Я там все равно Понимаю Но это не каждый Вот мне говорят Смотрите Вот так вот взял Ну-ка Поглядели Что сделал Этот самый Художник Компьютерщик А? Вот так вот сделал Ну я что Не прав? Скажите Что-то не так Сопадение Берем Самый низ Давайте смотреть А? Ничего Не замечаете? Короче Вот это Вот зеркальное Отражение Даже не зеркальное А как его назвать На сто восемь раз Вот это Чистейший обман И Уважаемый Антон Поверьте Ничего не говорю Может быть Это самый честный Питомник Может у них там Гектары 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 Может у них Сейчас там Эти же груши Тоннами вывозят А то они Быстро гниют Вот Ну пожалуйста Я постарался Для вас Постарайтесь И вы Ладно А я еще не все Не все мои советы Перед этим Когда у человека Тоже было Несколько гектар Чтобы его Не напугать А чтобы Повернуть На землю Я для него Составил Этот список То за что Он будет Деньги тратить И головная боль Я сейчас Мы это Проходили Что мы Просто делаем Вот так Я на кухню Вы читайте Я Опять Пол Пустая Кружка Начну Плюну А это У вас Костется 5 гектаров У меня было 5 гектаров Продолжение следует Продолжение следует... Прочитали... И еще вот здесь читаем... Все, пойдет учеба, та же продолжение темы... Но посерьезнее, тут уже не важно... Четыре сотки, как нам давали когда-то... Или пять гектаров... Это касается всех... Посмотрели... Прочитали... Еще раз говорю, самое главное бедствие в саду – это урожай... Я это... Я это проходил... Посмотрели... Прочитали... Кому надо, потом вернетесь... Подробнее подумайте... Прежде чем гектары брать... Еще раз говорю... Я специалист по дачным садам... Тут, извините, равных нет... По дачным... Ну, хорошо, полгектара... Ну, хорошо, гектар... Дальше... Дальше... Начинаются такие проблемы... Угу... Итак... Проблема очередная... Перед вами... Аспирант... Красноярского университета... Елена Александровна Савинича... В данном случае... Она еще студентка... Она не простая студентка... Она напросилась... Пройти официальную практику у меня... У нее достаточно продвинутое руководство... Представляете? Согласились... А у нее была судьба... Три научных учреждения... В Красноярском крае... Вот... Там бы ей дали бы тяпку... И сказали... От забора... И до вечера... Вот здесь мы занимались серьезными делами... Итак... Биолокация... Биолокация... Это будущее науки... Пока... Если вы, не дай Бог... Наберете биолокацию... Вы знаете... Что это тоже локонаука... Вот... Ну так получилось... Что... Недалекие люди... В определенный момент... Взяли власть в свои руки... Вот результат... Давайте... Коснемся вашего проблемы... Да... Вначале я скажу... С какого-то момента... Когда наши придут... Макаров... Алексей, не смейся... Ты прекрасно знаешь... И я знаю... Что наши не придут никогда... Все занято... Но... Я по-прежнему... А что такое... 0,0,1%... Есть же вероятность... Ведь кто-то один из миллионов... Выиграет за миллион рублей... Вот... Я тоже хочу выиграть... Я хочу выиграть... Вот этот спор... Что наш человек придет туда... И введет курс биолокации... В учебную программу университета... Вот... А пока один человек... Пожалуйста... Если брать... Экологов... Биологов... Агрономов... Вот... Ботаников... Это сотни тысяч выпускников... Вот это единственное... Почему я предлагаю его... Эти самые... Ее надо... Ведущие... На центральный телеканал... Тогда мы быстро бы повернули... Но там тоже нет наших людей... А пока... Возвращаемся... Куда? Вы не писали мне фотографии... Своих пяти гектар... Как бы я бы радошелся... Вы знаете... Я тогда... Фильм целый сделал... Для... Одного человека... В которой было шесть гектар... Она запретила его показывать... А он был основан на фотографиях... А я не имел права... Получается... Я фильм сделал для одного человека... Вот... А там площади... И тут были бы площади... Вот... И... Давайте расшифровывать... Тема биолокации связана... С темой геопатогенных зон... Итак... Из двух тысяч... Я же знаю где там... Гористая местность... Холмистая местность... Ровная как стол... Ничего не знаю... Но... Какое-то количество из двух тысяч... Груш ваших... Если вы все-таки... Закажете их... Если питомник настоящий... Груши настоящие... Сами вырастили... Почему бы и нет... Но часть из них погибнет только из-за того... Что попадает в геопатогенную зону... Вот... Сейчас... Я... Раскрываю эту тему шире... Вот есть у меня... Письмо... От Карапетяна... Так... Сейчас я вам его покажу... Тут... Так... Я ему обещал... Поэтому мне... Не сложно... Не сложно... Не сложно... А... Вот он... Карапетян... Карапетян... Сейчас мы найдем... А... Вот смотрите... Я не имею права... Показывать... Даже по техническим причинам... Начнутся сбои... Разрыв между изображением и голосом... Поэтому я делаю так... Смотрите... Он только начинает говорить... Я остановил... Вот так... Посмотрели... Вот так... Ага... Значит... По его словам... Этому саженцу... И вы с этим столкнетесь... Кажется... Груша... Или я... Я сейчас не соображу... Я уже уставать начинаю... И вы... Значит... Он подчеркнул... Что все по железу... Да я не сомневаюсь... Вот... А... Трехлетним... Был куплен... Где-то... Питомники... И еще прошло... По-моему... 3-5 лет... А он не выросли на сантиметр... И он мне спрашивает... Что делать... Я говорю... Во-первых... Давайте ко мне... Это... Хлопцы... Гоп до кучи... Давай на вебинар... И тут я объясню... И вот я ему объясняю... Значит... Наиболее вероятная причина... Не умирает... Что он находится... Это редкий случай... Ну это... Ну как редкий... Вот если у вас 2000 саженцев... Я вам скажу... По моей статистике... Попадет... Не больше 50... Ну еще как... Если вдоль разлома земной коры... Может и... Сотня попасть... И три сотни... Как повезет... Такое бывает... Я много перемерил всего... Я знаю... Что такое геопатогенные зоны... Я знаю... Что погибло места... Я знаю... Что такое решетка Хартмана... Это все... Я знаю... И вот получается... Ни жив... Ни мертв... Это где-то край... Геопатогенные зоны... Очень высокая вероятность... Ну а что ему не расти-то... А он... В той поре... Ему уже по-моему... Что-то 6 или 8 лет... Вот... А он так... Какой был... Такой остался... Тогда вопрос... Уже так звучит... А что же делать? Правильно? Пересадить... А самое интересное... Что... Я всегда был противником... Особенно в молодые годы... Я говорю... Дурю... Майтесь... Я еще не был... Болокаточкой... Не майтесь... Якобы... Но там было по-другому... Там знаете как... Мол... Ах... Это самое... Мелковат... Ах... Плохо растет... Пересадить раз... А потом... То есть уже на второе место... А потом еще на третье место... И вы видите... Что саженец стал... Крупнее... Стал... Вкуснее... А потом я подумал... А таких случаев... Правда... Я переписку наладил... И мне говорят... А вы знаете... Я пересадил... А он у меня... Стало лучше расти... А то он не рос... А тут я уже стал... Белокаточкой... Я догадался... Не хочется расти... Наоборот... Надо пересадить... И вот... Пожалуйста... Вам пример... Теперь... Уважаемый Карапетян... Просьба к вам... Надеюсь... Вы меня смотрите... Вы его... Ну а что... Сколько лет-то ждать-то? Не жив, не мертв... Вы его аккуратненько... С комом земли пересаживаете... Уже... Может быть... На два метра... А вдруг там тоже гепатогенезон... А рамки моего владеть не умеете... Ну... Подальше садите... На двадцать метров... На пятьдесят... И... Сильнейшая обрезка... Тут уж обязательно... Оставьте не больше одной трети... Даже сиком земли будет... Такой... Солидной... Не больше одной трети... Только ранней весной... Только та земля... Пересаживайте... Только ранней весной... И... Через год-два... Будем живы... Вот... И тогда вы нам расскажете... Договорились... А это касается не только вас... Это учебный фильм... А такие случаи могут быть везде... Включая нашего друга... Антона... Который хочет посадить... Две тысячи груш... Он столкнется... И с гибелью груш... В гепатогенных зонах... Он же и столкнется... И... С этим... Вот такая гибель будет... Он же столкнется... И с тем... Что будет плохо расти... Просто плохо расти... Потому что гепатогенная зона... Она не четкие границы имеет... А чем ближе к краю... Тем лучше... А чем ближе к середине... Тем смертельнее... И так далее... Вот эту тему раскрыли... Но это не все... Самое главное... Да... Головная боль... Где у вас вода... Я нашел прекрасную схему... И сам таки... Мог бы нарисовать... Но я же не художник... Итак... Берем крупный план... Дело в том... Что... Поймите правильно... Вот где вы видите... Это синее... Синее... Голубое... Это вода... На самом деле... Это не... Лужа... Это не... Водоем... Вот это... Вот это... И вот эти вот... Небольшие вот... Нет... Это просто... Вот смотрите... Самое черное... Самое... Темно-коричневое... Это глина... И если глина так расположилась... Фактически... Это глиняная... Это называется... Глиняная линза... То здесь будет стоять... Не вода... Она все равно будет... Какая-то сутанция заполнена... Ну... Может быть... Легкий песок... А он... Гораздо насыщеннее... Чем глина... Вы знаете... Бывает... Что... Как делают водоемы... Вот он не держит воду... И он весь глиной... Привозит несколько самосвалов... Глиной полностью вымазывает... И все... Стоит вода... Это даже делают специальные пруды... Вот... То есть... Глиня на основании делает искусственно... А здесь естественно... Ну... Попробуем... Где он там под землей... Ну... Где... Вот умудрился человек... Посадить... Допустим... Вот это дерево... Опа... Оно взяло... Уперлось в это... И дальше расти не будет... Может погибнуть... Может болеть будет... Но дальше расти не будет... Видите... А вот здесь бы... Вот до сюда... Вот тут уже... Грушу садить... Тут уже можете есть 10 метров... Если взять левый край... Вот этот левый... Так... Прекрасно видно... Есть еще... Еще ниже... Посмотрите... Вот еще где голубизна... А там уже... Вот он... Вот смотрите... Это уже артезианский колодец... Вот он... Это уже труба... Это уже... Значит... Это самое... Просверленное на сквозь... Все... Вот до сюда... Вот... Но... Еще раз говорю... Чем... Глубже корни... Тем насыщеннее минералами... Солями... Раствор... Тем больше шанса выжить этим же грушам... Поэтому... Вспоминаем... Исключаем вот эту вот самую подстилку... Чего мы добьемся? Чтоб груша замерзла... Потому что до антифриза не дотянулась... А она потом обойдет... Эту пробку... Но обойдет... И может не успеет... Может раньше замерзнет... Смотрим дальше... Повезет... Значит... Вот здесь... И повезет здесь... И... Можно было смеяться... Вы представляете... Я когда рассказываю про биолокацию... Я в скобках говорю... Хохот в академическом зале... Сами не умеют... И учить нас не собираются... И студентов не учат... А что такое биолокация? Вот... Откуда она взялась? Тысячи лет назад... Не было еще ни одного ученого... Но были лозоходцы... А лоза это прутик... В виде рогульки... Бывает даже просто прутик вот так... Надломленный и все... Вот так... И вот человек идет с этим надломленным прутиком... Или с рогулькой... Голая степь... Человек умирает от жажды... И... Пустыня... Человек умирает от жажды... Находится специалист... Который... Берет эту рогульку... Идет, идет, идет... Вот... А там до воды может быть 100 метров... 20 метров... Никто не знает... Пустыня... Песок... Люди умирают... И вдруг... Бах! У него рогулька крылова... Или если все-таки... Уже более современное время... Рамки вот так разошлись... Вот... Или вот так вот... И... Он говорит... Копайте здесь... Пол метра... И вот уже лужица воды... Люди спасены... Может метр... Может два... Но не двадцать... И вот с тех пор... До сих пор... Биолокация на правах... Изгоев на правах... Это кого... Знаете... Не... Не... Не науки... А какой-то... Пара... Пара науки... Серьезнее воспринимается... И... Доканчивают разговоры... Как? Вы... Антон берете... И... Владеете рамками... А еще лучше... Ну... Найти бы настоящего... Лозоходца... Настоящего... Белокаточка... Он бы вам... Вот здесь... Вот здесь... Вот здесь... Нашел... Сказал... Вот здесь близко вода... А колодцы нужны... Напали... Нужны... Вот там и копнете... Вот... Поняли, да? А там где он... Рамки... Скажет... Ну тут уж точно... 6-8... 6 метров уже безопасно... 6-8 метров до воды... Или даже глубже... Вот все что я хотел вам сказать... А может и не все... Вот... Теперь еще не все... Давайте... Чтоб разговор не был такой... Пессимистичный... Если вам... Внятно не ответят... Где сад... Они могут... Завтра вам... Я... 400 тысяч вам... А... А... А вы мне должны все-таки... Вот сегодня... Ладно там... Я мол... Сегодня не могу приехать... Завтра... Приеду через... Неделю-две... Угостите меня грушами... Сегодня... Чтобы не ехать-то... Пришлите мне фотографию... С грушами... С грушами... Которые висят... На ваших деревьях... Чтобы там дата была... На фотографии... И что... Эта фотография не с интернета... Чтобы... Живые люди... Чтобы... Вот этот же самый... Человек... По фамилии... Вот тот... Хозяин питомника... Чтобы он... Как я... Мои фотографии... Я на сотнях фотографий... У меня гости на сотнях... На тысячах фотографий... Что мне брать-то... Вот что от него захотите... А пока... Этого нет... Значит... Вы... Берете... И... Думаете... А не начатьте мне самому... Тогда... Если самому... Вы много не потеряете... Почему? Вы будете все делать с запасом... Вы когда две тысячи рассчитали... Где-то три на пять... По-моему... Да... Это примерно две тысячи и будет... По-моему... Вы говорили три на пять... Не помню... Ну... Примерно... Вот... Но... Вам придется... Вырастить... Если самому... Семечки посеять... Но уже не две тысячи семечков... А как минимум пять тысяч... Надо... Не все взойдут... Не все это... Где-то мыши помогут... И так далее... Вот... И... Начали с этого... Потом головная боль... Когда... В конечном счете... У вас будет... Уже пусть не пять... А пусть у вас будет... Вот... Пусть у вас будет... Допустим... Две тысячи семечков... И вот так садить... Вот так... Смотрите... И поливать на месте... А потом уже рассадка... Год спустя... Это намного экономнее... Это не надо сразу бегать с пятью гектарами... Поливать... А... Это самое... Груши... Они... Ну как сказать... Вот... Мои груши... Не болеют... И даже... Плять не берут... Вот... Но... Поливать все-таки придется... Охранять придется... Так... Тяпать придется... Но не на пяти гектарах-то... А на нескольких сотках... Вот... Глядите... Представьте сколько тут сразу... Я первый попасть в фотографию... С моей коллекции нашел... Взял... Вот они... Однолетки... Далее... То есть первый год никакой головной боли... Боль будет когда... Из пяти тысяч... Если взойдет... Допустим... Ну... Как они у меня сходят... Вот смотрите... Как они у меня сходят... Сейчас покажу... А... Там ниже будет... Ниже-ниже... Покажу... Значит... Головная боль будет такая... Что... Где взять потом... На две-три... Тысячи... А вдруг четыре... А меньше брать нельзя... Запомните... Гипотогенные зоны никто не отменял... Воров никто не отменял... Мышей никто не отменял... И получается... Нужен двойной... Тайной запас... Но тут уже денег-то меньше будет... И так вы взяли... Допустим... Хорошо... По минимуму... Три тысячи... Я вам продаю тогда не по двадцать рублей... Это самое... Семечка... А по десять рублей... Тридцать тысяч... Это еще... По двое готовы... Потом... Вы у меня будете покупать... Серенки... Ну там уж точно скидка будет солидная... А еще можете... Все самые лучшие груши... У себя... Вот эта вот... У серийской дикая груши... Она универсальная... В том плане... Что... Откуда бы... Скоро всех концов страны... Не привозил... И не прислали мне серенки... Или привозил... С первой попытки... Никакой селекции... Все принимает... Дикой русский груши... Все... И получается... Проблем нет... Первое ваше поколение... Даст урожай... То есть... Не будет... Биологической несовместимости... На месте пособираете... В садах... По этой самой... По крайней мере... Обмен наладите... Свой канал заведете... Вот... Как мне... Знаете... Сколько мне предлагали... Сотни сортов... Просто так... Только почему... Все знают... Что я это... Так сказать... Ну... Серьезный человек... Скажем так... И увлеченный... И вот... Получается... Что... Вторая головная боль... И только на следующий год... Вы... Эти самые... Куда она делась... Куда это мне делать... На следующий год... Вы у меня... Часть купите черенков... Часть... Годом спустя... А... Рассадка... Сами уже аккуратненько рассадите... Сильнейшая обрезка по железу... Потому что там вам никто резать не будет... В том питомнике... А в том времени... Вы уже все будете знать и уметь... Ну что мы еще не посмотрели... Вот... Головная боль будут мыши... Если бы не был крайний случай... У меня на острове... Пока еще сад... Еще не сожгли... У меня второй по значимости... Было... Этот самый... Небольшой сад грушевый... Промышный был яблоневый... А грушевый до души... Вот... И... Я взял... Еще достал черенков... У меня было... Четыреста... Вот таких вот... Четыреста... Вот так же густо росли... Половину привил... Половину... Второй не стал прививать... Не успел... А половину привил... А потом... И привитые и не привитые... Все четыреста... А первый и последний год... У нас же Беснежье... Как правило... Снегу было по это место... Легчайший год... Наверное, единственный такой... И... Вот тут было раздолье мыша... Их ни коршу... Никто не мог... Скушать... И... Мои коты не могли... И получилось так... Что... Все четыреста... Когда... Снег растаял... Они были белого цвета... То есть... До самых верхушек... Они были вот такие... Посредним... Их никто не поливал... Они медленно росли... Вот такие они были... И привитые и не привитые... И коры не было... Даже на верхушек... Как они могли... Ползать... Не знаю... Как... Как они там... Норы рыли... Вертикальные... Не знаю... В общем... Фактически... Четыреста... Было уничтожено... Вся... Веструк был уничтожен... И у меня второй грушевый сад... Не состоялся только из-за этого... И пусть мой опыт... Вам этот пригодится... И вот везде... Где трава... Видите... Вот справа от меня... Вот это... Это питомник... Здесь нет травы... Это питомник... Это... Видите... Вот здесь прикопаны... С осени... Дикие... Ябленьки... Вот они прикопаны... А... Это... Уже... Отравленное зерно... Невеска раскладывает... Вот так... Вот так... Вот так... Через каждое... 10-10 метров... Потому что... Мыши живут в траве... Вот... Насчет кошек... Тут же у меня завелись кошки... Даже откуда они взялись... Снова ставят... Вот... Но... Получилось как... Дальняя точка была... 100-150 метров... От дом в центре... Вот... А участок... Это где-то... 200 на 250... И вот... Получается в центре дом... И вот... Кошки... Никогда не ели у меня яблони... Не объедали... Где-то в радиусе... До 100 метров... А по краям... Туда уже кошки видимо не ходили... Хватало им этих мышей... Вот там жрали как хотели... Вот этот момент... А у вас будет тоже 5 гектаров... Если у меня сожрали 400 груш... Однолетних... То представляешь... Что может быть и у вас... Значит проблема кошки... Проблема мышки... Проблема... Отравленное зерно... Одна из проблем... Идем дальше... Ничего не упущу... Это... Я укрывал... Всего один год... Я достал тогда стекло ткань... И делал вот так... Смотрите... Вот... Значит... Потом я даже эту фотографию публиковал... Я уже начинал печататься... Я нагрел... Вот... Я говорю так... Стекло ткань первое... От мышей... Защитит второе... Не надо билить дерево... Я тогда еще... Верил то... Что побелка может помочь... Но я считал... Альтернативой побелке... Будет вот эта вот... Тряпка... Стекло ткань... Искусственная... Вот... Значит... Уже билитье надо... И третье... Согласитесь... Что это утепление... Так... Чем голый этот штаб... Вот это вот еще... Просто один из советов... Который помню... Пока... Занимался промышленным садом... И... Наконец... Бутылка... Вот эта фотография... Очень характерная... Я вырастил... На острове... Уже после пожара... Поднял... Поднял... Такой лес... Под землей... Корневых отводков... Все было уничтожено... Но корневые отводки полезли... Я... Чтобы как-то компенсировать... Страшную потерю... Полторы тысячи... Полносящих ябл... Вот... Я 600... Как сейчас помню... Привил... На месте... Становился на колени... Прививал... А тряпка... Это тоже одно из способов утепления... Вот... Я редко забываю пропагандировать... Но там я это делал... Так... На время... Чтобы... Пока плюс-минус... Пока заморозки... Вот... Тряпкой обматывал... И... У меня получилось так... Что из 600... Ветер сдох шесть штук... Вот эти... Я когда отрезал... Вот они дикие... Это есть дикояблоня... Вот веточки... А дикояблоня... Я отрезал... Так... И втыкал рядом... Фиксируя... Именно... Бутылку... Чтобы ветром не сдуло... Потому что тут плотное было это... Бывало замерзшая земля... И получалось так... Что... Шесть штук сдуло... Так... И... Не просто... Вот там где сдуло... Мыши сожрали... Смотрите внимательно... Мыши у меня не просто сожрали... Вот эту самую... Прививку... Видите голая... Вот так обедает... Целиком... Злючая... Голодючая... Они умудрились... Полусухие... Ну не полусухие... Но во всяком случае... Отрезанные ветки... Дикие... Сожрать полностью... Обратите внимание... Полностью... Видите что натворили... Вот это мыши... То есть... И 600... 590 чем-то я спас... Я их потом перенес в деревню... Продавал... И тогда меня это спасло... Все-таки когда я продал 500 штук... По 500 рублей... Я заработал четверть миллиона... Вот... Я специально говорю... Понимаете... Антон... У вас впереди... Не только... Вы же должны... Все это... Если вы на счете сами... На счете семян... На счете сподвоя... То вам надо делать так... Потому что... Запасы были... На все... Несколько лет вперед... Опять же... Двуногие воры... Четвероногие... И прочее... Помню... Как бычки прорывали... Колючую проволоку мою... Вот... Получается... Нужен запас... А запас карман не тянется... Его можно продать... Это следующий этап... То есть... Питомник уже коммерческий... Но... В одной части... Можно все потерять... Вы представляете... Какие голодные мыши были... Что шесть... Всего бутылок упало... И шесть раз... Я видел вот такую картину... А теперь... Представим себе... Что я будто не умел... Уже в том времени... Управляться с бутылками... Они... Не просто жрали... Посмотрите... Какой аппетит... Ладно... Может быть... Шестисот бы... Десять съели... Двадцать... Все шестьсот бы съели... Сгарите... Потому что голод немыслимый... Это же не я же... Жевал... Грыз... Вот видите... Сколько я наговорил... Так... Сейчас получается... Что и время наше кончается... Антон... Что вы сейчас отняли... А если честно говорить... Не отняли... А прибавили... Я надеюсь... Что я очень добросовестно... Отнесся к этому... И сейчас мы будем заканчивать... Ну как... Я многое пропущу... Я примерно вам... Рассказал полно того... Чего хотел... И опять не мог... Верений... Вот... Верений... 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 Верений...